Всем привет! Многим знаменитостям не живется спокойно. Несмотря на свою известность, они ухитряются на жить себе проблемы из-за работы, любовных отношений или банальной тяги к обогащению. Предлагаем вспомнить нескольких последних скандалов, связанных со звездами шоу-бизнеса. Балерина Анастасия Волочкова собирается судиться со своим бывшим супругом Игорем Вдовиным. По словам Анастасии, экс-супруг в свое время взял у нее в долг солидную сумму и не вернул. У себя на странице Волочкова написала, что 10 лет назад путем обмана ее бывший муж взял у нее в долг на год 3 миллиона долларов. И этот долг не возвращен и по сей день. Анастасия уже написала заявление на Вдовина в правоохранительные органы и надеется, что таким способом сможет добиться справедливости. Игорь Вдовин же утверждает, что сумма это была инвестицией в бизнес, который теперь полностью принадлежит балерине. Александра Друзья обвинил в мошенничестве Илья Берр, главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером». Берр рассказал, что в прошлом году Друзь попросил помочь ему выиграть главный приз передачи 3 миллиона рублей. В благодарность магистр якобы пообещал поделиться с Ильей выигранными деньгами. Главред шоу сделал вид, что готов содействовать Александру. Он дал ему список вопросов и ответов, однако часть заменил на неверные. В итоге Друзь выиграл только несгораемую сумму. В доказательство своих слов Берр предоставил аудиозапись разговора с Александром. Магистр что где когда прокомментировал ситуацию. Он не стал отрицать, что на записи его голос, однако вину не признал. Друзь высказался, что Илья рассказал историю с точностью да наоборот. Именно Берр предложил ему сделку с вопросами за деньги, которые он заплатит ему с выигрыша. По словам Александра его удивила наглость Бера. Он решил подыграть ему, чтобы узнать насколько далеко он может зайти. На шоу Александр снимался в паре с капитаном своей команды Виктором Сидневым. Он обо всем ему рассказал и они решили принять участие в игре, но дойти только до 15 вопроса, а затем сообщить о действиях Бера руководству передачи. Друзь добавил, что все оказалось сложнее. Последние пять вопросов не совпали. Они просто играли и выигрывали. На последний вопрос, как они с Сидневым и договаривались, не дали правильного ответа. Хотя, когда вопрос прозвучал, Друзь понял, что правильный ответ на него ему известен. По словам Александра, теперь он понимает, что поступил глупо, пытаясь переиграть Бера. Ведущий передачи Дмитрий Дебров заявил, он не верит, что Друзь способен на подкуп. А бывший ведущий шоу Максим Галкин признался, что не знает, кому верить в этой ситуации. Он удивлен, что Бер решил таким способом разоблачить Друзья. Как сообщает пресс-служба Первого канала, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер и знаток игры «Что, где, когда Александр, Друзь» отстранены от участия в этих передачах на неопределенный срок. Футболист Андрей Аршавин, которого домохозяйки всей страны недолюбливают после расставания с Юлией Варановской, устроил войну и со второй супругой. Алиса Аршавина была вынуждена обратиться в полицию, после того, как Андрей, по ее словам, забрал у нее машину и принялся вымогать деньги – миллион евро. Кроме того, он якобы постоянно звонит ей и пишет сообщения с угрозами. 11 февраля дочке Андрея и Алисы исполнилось два года. Тогда же стало известно, что Алиса обратилась в полицию Санкт-Петербурга с заявлением. Спортсмен, как уверяет девушка, грозится упечь ее в тюрьму, несмотря на наличие маленького ребенка. Сам Аршавин после расставания с Алисой возобновил общение со своими старшими детьми – Артемом, Яной и Арсением. Сходиться с их мамой Юлией Барановской футболист не планирует. Не так давно его видели с новой возлюбленной – 21-летней стюардессой Кариной Неман. Ксения Собчак недавно представила новое шоу «Осторожно, Собчак». После первых выпусков передачи Ксению поймали на плагиате. Вячеслав Манучаров рассказал в Инстаграм, что одну из своих рубрик Собчак позаимствовала из его шоу «Эмпатия Манучи». Он имеет в виду идею с картами, когда ведущий предлагает гостю ответить на вопрос, выбрав одну из двух карт с фото известных людей или рассказать, с чем эти персонажи у него ассоциируются. В доказательство Вячеслав опубликовал калаш с кадрами из двух шоу и обратился к Собчак. «Дорогая Ксения, куда можно подъехать за авторскими отчислениями?» В своем телеграм-канале Ксения опровергла, что заимствовала идею Манучарова. Она написала, что даже не знала о существовании этого прекрасного формата. Хотя вообще Мануча в пижаме в постели с Николаем Цицкоридзе, например, выглядит интересно и убедительно, и для определенной аудитории это может заменить просмотр некоторых запрещенных в России интернет-каналов. В то же время Ксения отметила, что самому Манучарову, который обвинил ее в краже некоторых фишек, стоило бы промолчать, поскольку он заимствовал целый формат. «Главная наглость в том, что громче всех держи вора всегда кричит сам вор, которого хоть благодаря этому моему посту сейчас кто-то посмотрит». В доказательство она отправила ссылку на давнее шоу Андрея Вульфа «В постели с». Она возмутилась, что Вячеслав украл не то, что карты, а всю идею своей программы. 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина, переживает из-за конфликта с Андреем Разиным. Мать девочки Елена Годунова пригрозила продюсеру судом. Бывшая возлюбленная Осина рассказала, что еще при жизни он подарил Насте, которая тоже поет, шесть композиций, однако получить их девочка не может из-за скандала с Разиным. Продюсер назвал Елену и ее дочь самозванками. Он уверял, что у Евгения одна наследница – дочь Агния Осина, которую родила бывшая жена покойного артиста Наталья. Годунова рассказала, что последние годы с семьей Осина были они с дочерью. По словам Елены, Настя сильно переживает из-за угроз Разина, у девочки даже случилась истерика. Годунова пытается получить поддержку от друзей Осина, но они не хотят вмешиваться в скандал, возможно, опасаясь авторитета Разина. Мать девочки подала в суд иск о компенсации продюсером «Морального вреда». Через год Агнии Осиной исполнится 18 лет, и она станет владелицей двух московских квартир певца и загородного дома. Елена заявила, что они с Настей не претендуют на имущество Осина, они хотят получить только обещанные им песни. Евгений Осин скончался в ноябре 2018 года от остановки сердца, вызванной алкогольной зависимостью. Однако Разин считает, что артиста отравили. Российская модель и посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева в конце прошлого года подтвердила свою беременность, но не называла никаких имен. Долгое время поклонники гадали, кто же является отцом ребенка. А позже стало известно, что отцом ребенка является вице-президент российской промышленно-строительной компании Игорь Булатов, зять олигарха Самвела Карапетяна. Виктория долгое время дружила с четой Булатовых, а именно с супругой семейства Татевик. Как оказалось, Лопырева завела отношения с Булатовым, когда Тата была на седьмом месяце беременности. Узнав об измене супруга и предательстве подруги, Тата отписалась от Виктории в инстаграме, а также удалила совместные фотографии с мужем. Простить предательство не смог и сам тесть. На сайте Ташира отсутствует имя Игоря Булатова, который занимал должность вице-президента холдинга. В феврале Лопырева родила Булатову сына и, судя по фотографиям, возлюблены счастливы вместе. Некоторые знаменитости, узнав об инциденте, разочаровались Виктории и отказались с ней общаться. «Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в интернете из Майами у меня шок. Извини, я отписываюсь от твоей страницы», – прокомментировал ситуацию телеведущий Андрей Малахов. «Спать с женатым мужчиной – это дно», – заявила Ольга Бузова. Многие подписчики пишут неприятные комментарии под постами Лопыревой и обещают, что бумерангом ей все вернется. Кстати, вот что сама верующая Виктория говорила о бумеранге судьбы 10 лет назад. «Вот просто мне по-женски интересно, какая мотивация у девушки в 25 лет, вот мы с вами ровесницы, мне тоже 25, когда она начинает встречаться с мужчиной, у которого 5 детей. Неужели вы не боитесь, что это когда-нибудь каким-то образом, я верующий человек, вот это когда-то может к вам вернуться в какой-то другой форме, но на чужом несчастье своего счастья не построишь никогда». Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, поскандалил со своей 18-летней любовницей Яной Шевцовой после того, как она сообщила о беременности. Участница реальти-шоу «Дом-2» уверяет, что тайно встречалась с Гуфом за периметром телестройки и теперь ждет от него ребенка. Узнав о беременности любовницы, рэпер предложил ей деньги на аборт. А потом Алексей увидел эфир шоу «Бородина против Бузовой», где Яна говорит, что он первым писал ей и был инициатором встреч. Музыкант опубликовал в Instagram Stories несколько видео, на которых нецензурно оскорбляет Шевцову. Недавно он признался Ксении Бородиной, что никак не может отделаться от Шевцовой. Яна ответила музыканту в той же манере. Она опубликовала несколько постов в Stories, в которых нецензурно посылает артиста, называет его мразью и гнилым человеком. Если верить Яне, это уже вторая ее беременность от Гуфа. Ранее она говорила, что после расставания с музыкантом избавилась от ребенка. С Яной отлично все. Третьего ребенка ждем. Недавно певица Катя Лель взбудоражила общественность громким признанием, мол, в юности ее похитили инопланетяне. Мало того, что они утащили ее на свой корабль, еще и нескольких зубов лишили. Но этим все не закончилось. Певица утверждает, что на протяжении всей жизни пришельцы пристально следят за ней и ее семьей. И чтобы предостеречь людей, Леля решила созвать пресс-конференцию, где откровенно поделилась своей историей. Ира говорит, открой свой рот. Я говорю, зачем? Она говорит, открой свой рот. То есть ей оставили эту информацию. Я бы и не догадалась, что у меня там нет зубов, потому что ни боли, ни крови я не испытала. Катя Лель рассказала, что после встречи с инопланетянами у нее проснулись способности, которых раньше не было. Она может слышать и читать мысли людей, видеть то, что обычному человеку не подвластно. Она стала писать песни. Катя уверена, что именно инопланетяне наделили ее музыкальным талантом. Многие поклонники, да и просто зрители, в шоке от откровений Кати об инопланетянах. Кто-то ей безоговорочно верит и вспоминает свои истории с пришельцами, а кто-то советует Лель обратиться за лечением в психиатрические клиники. Ну и многие склоняются к тому, что это очень странный пиар подзабытой певицы. А что вы думаете по поводу инопланетной истории с Катей Лель? Пиши в комментариях свои интересные истории. Подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!